Всех приветствую на своем канале. Как показала практика, большая часть запросов на моем канале от подписчиков и мимо крокодящих была Стёба Радий, шубки Радий, чтобы задать что-то, я запишу, а не ха-ха-ха, хи-хи-хи, эта дура повелась. Прикиньте, до меня это наконец дошло. Но этот обзор, я не знаю, возможно, был запрос Стёба Радий, но я все же верю, что хотя бы одна треть моих подписчиков, люди читающие, люди с мозгом, и люди, которые смотрят меня, потому что им это интересно и им это действительно нравится. Запрос был у меня, да, вот этот все еще блокнотик от Насти Зарецкой, и кот все еще пытается насиловать в любом месте стоящий мой штатив. Так, в общем, запрос гласил заснять, просьба даже, наверное, была это, заснять видос на фоне стеллажа, который я разбираю все еще медленно и печально, и пока у меня разобрано только, наверное, в лучшем случае, одна десятая часть. Книжек. В общем, заснять стеллаж с книжками и что-то там примерно. Это я так записала. Ну и если что-то, что мне нравилось из того, что есть в этих книжках. В общем, что я читала. Есть, конечно, что-то, что я читала. В общем, я постараюсь рассказать про это что-то, что я читала. Ну и потом частично отдельно показать сам весь стеллаж. Стеллаж, соответственно, делал мой дед. Ну и это библиотека его домашняя, как бы считается домашняя библиотека, да, но, в общем, это книжки, которые в основном собирал мой дедушка. Да, дедушка был у меня читающим. Ну и я надеюсь, что все-таки, все-таки одна треть хотя бы моих подписчиков, вас, дорогие мои, зрители и мимо крокодящие, дружат с мозгом. Ну и, пожалуй, начнем. В общем, вот такая вот книжка, видавшая виды из этой вот самой коллекции. Лежала она обычно где-то вот здесь, где вот у нас этот ёжик, которого в каком-то видео какой-то испуганный подписчик принял за какую-то ужасную куклу. Да, это кукла, но это ёжик. Такой ёжик. Вообще, я сейчас поняла, что он смахивает на моего папашку. Мой папашка ёжик. В общем, дедская литература, по ходу дела, стоила этой счастью 2 рубля 75 или 76 копеек, точно непонятно. Вот очень такая древняя. Но я думаю, вы уже понимаете, что это такое. Это у нас, конечно же, Шекспир. Ромео Джульетта. Читала я это счастье где-то лет в 7. Да, кажется, вот лет в 7 или что-то в этом роде. Так же, как мама мне Пушкина с Анегиным подсунула и сказала, вот, ну, обычно мамы своим детям читают книжки до какого-то определенного возраста. Не знаю, как у вас, моя мама мне читала книжки. Иногда она сваливала и говорила, вот, ну, как всё началось, учение Лёли. Кусочек такой оставляла, там, где-нибудь страничку и сваливала. И вот посидеть, молча, тупо не читая, это было нифига. Потому что она приходила и спрашивала, ну, что ты прочитала? Ну, конечно, она не так говорила. У меня есть видос, видеокассета, которую я всё ещё собираюсь отдать, оцифровать. Ну, там фильм какой-то про неё записан. Вообще, про неё в своё время много снимали фильмов, там по телеку показывали. Ибо она хорошей такой, крутой библиотекарь была. Ну, о чём я как-то говорила. Ну, и, короче говоря, мама отдавала мне и говорила, вот, ты прочитала. Если я, конечно, не читала, она мне, конечно, вежливо так вскрывала мозги, говоря современным языком. Ну, и, соответственно, так я, типа, стала читать Онегин. Как же он меня это в своё время. Не очень я его любила за это. И, в общем, вторая книжка, которую я тоже читала с детства, и она мне нравилась. Может быть, потому что в конце все умерли. Ну, не все, конечно, но основные герои. В общем, есть ещё рисунки, которые мама делала по этой книжке, ещё будучи, наверное, в каком-нибудь там лет 10-15-20 в её возрасте. Ну, соответственно, для меня, ну, тут обычное такое что-то. Когда-то тут что-то было наклеено. Видно, здесь. 1963 год. Слушайте, моей маман, наверное, было где-то год и полтора. Оказывается, если мне память не изменяет, то именно вот такая картинка где-то есть у нас в моих глубине сибирских руд. Где-то там мамины рисунки, в общем. Ну, это у нас Шекспира, моя джуретта, трагедия в пяти актах. Она, конечно, очень видавшая виды, потому что можно взять просто листочек и показать его. И ещё листочек. И тут, скорее всего, наверное, я, может, и не я, почиркала. Учитывая, что книжка действительно такая древняя, 1963, минус 2017, посчитайте и напишите в комментах. Вы же у нас разумные люди. Что это мне все время для вас считать? Вот тут действующие лица. Ну, если кто-то не знает, вдруг такие существа имеются, ну, мало ли, там, лет 7-5 вы тут прыгнули к экрану компьютера, телефона и планшета, и решили так это посмотреть да просветиться. Было две семейки. Семейки друг друга что-то не поделили в своё время. И вот дети этих семейок решили вдруг друг в друга влюбиться. Всё, запрет на любовь. Не, ну, в конце там, конечно, все помирились, а после того, как их детёныши коньки откинули. Вот тут даже, по-моему, это такое введение из стихов. Вообще, я, наверное, если бы не та истина страшная, которая мне открылась, что большая часть людей надо мной стебётся, я бы, наверное, продумала как-то и нормально бы записала этот обзор, а не в стёпном виде. Но истина вдруг мне открылась. Я, слава богу, до меня долго доходит, но тут, наконец-то, дошло. Я понимаю, что, возможно, люди, которые воспринимали меня всерьёз, я надеюсь, что такие всё-таки есть, как минимум, ну, несколько человек, которых я знаю в реалии, они меня знают тоже, воспринимают меня всерьёз. В общем, возможно, люди, которые воспринимают меня всерьёз от такого видео, обидятся и опишутся. Но если у вас есть вот здесь мозги, то вы не обидитесь, потому что на обиженок он водит. Ой, вчера мне товарищ управлял мозги. Есть такие люди, которые у вас младше, но они считают, что они вас должны получать. Ну, я не против, в принципе, мне это пока не мешает. Вот сцена первая. Конечно, надо потом заюзать пару скотчей и подклеить, и привести эту книжечку в порядок. Ну, угрич, фото-путеводитель. Это то, что я разобрала снизу. Вообще, тут была такая гора этих книжек, они понесутся потом в сад, книжки для сада, в смысле, о саде, о садоводстве, о прочей такой хрени, там даже о грибах что-то было. Суд скорый. Шушков. Вообще без понятия, кто это. Вообще, 61-го года издание. Ну, нет, переиздание, 88-го. А вот тут у нас... Нет, я ее не читала. Слушайте, она такая тяжелая, она по сравнению с этой, она очень тяжелая. Так, кстати, раз уж я ее тут начала, она хоть конец, что ли, показать вам. Так, пятый. Это то, что перед пятым было, то бишь четвертый. В общем, вот такая вот книжка, она мне очень нравится. Я ее когда-то... Вообще, я второй раз в жизни разбираюсь на этом стеллаже после смерти маман. То бишь, после смерти маман, а тут уже после смерти бабушки начала разбираться. И когда-то в какой-то момент я эту книжку потеряла. Я так это боялась, что ее кто-нибудь уволок, потому что была у меня такая знакомая, на тот момент подруга. Ну, у меня очень много таких друзей было, которые вроде думают, что они друзья, а в том раз что-то узнается, и они, оказывается, и не друзья вовсе были. Которая у меня брала книжки почитать, не говорила, иногда приносила. И говорила, вот знаешь, я у тебя взяла эту книжку почитать, а ты не заметила. Ну, потому что, знаете, человеку доверяешь, как бы не ожидаешь, что пока ты там делаешь чай или еще что-то, он роется у тебя в тумбочке, или наоборот тырит книжки. Уж книжки тырит. Ну, и, в общем, на мое счастье, она все-таки оказалась где-то тут на глубине сибирских рук. Эта книжечка. Вообще, она у меня сейчас уже лежит в тумбочке, на которой раньше стоял телевизор. Ну, так, телевизор я не смотрю, телевизора у меня теперь нет. Телевизор смотрела только моя бабуся, и, в общем, в тумбочке-то я разобралась. А вот здесь-то я еще не успела. В общем, вот у меня есть такая книжка. Как моя подружка Дашка, однажды, увидев эту книжку, сказала через 10 лет, этой книжке год 100 лет. Потому что она решила, что это книжка 1927 года. Вполне возможно. Я ее открыла кверх ногами. Как я поняла, что я ее открыла кверх ногами, тут у нас гласит запись. Я думаю, ничего такого отличного нет. И, возможно, по этой записи кто-нибудь да поймет, что это книжка по пчеловодству. Ибо 19 декабря 2008 года солнышко один день за всю осень было. Книжка уже пережила переплетение или что-то в этом роде. Что там с книжками бывает? Пережила склеение скотчем. Издательство Мысль Ленинград. Поправьте меня, в каком году Петербург стал Ленинградом. Но я думаю, что если она действительно 1927 года издания, то она уже это... Он уже был, наверное, Ленинградом. Энциклопедия пчеловодства. Сейчас я попробую как-нибудь это показать, потому что тут листочек вклеен и слегка уже в таком доисторическом состоянии. Видимо, это автор, который помер в 1923 году, как гласит запись. Да, точно 1927 года книжка. Точно Дашка права. Дашка права. Через 10 лет книжке год 100 лет. Вот какой у меня раритет есть. От семейки пчеловодов. Ну, и кто, если вдруг не в курсе. Я в каком-то виде вообще упоминала. В нашей семейке пчелки появились, когда моей бабульке оступнуло 2 года. То есть в 1929 году. Книжка, кстати, ее рождение. Папашка моей бабульки занимался пчеловодством. Разбирала фотографии и нашла такую фотку. Короче, это мой, наверное, так он, если он ее папа, да, значит, он мой прадед. Посередине там такая фотка. И, знаете, вот я сколько раз ее видела, никогда не обращала внимания, что слева по борту стоит дымарь. И дымарь, он точно такой же, как вот он там в далеком 30-каком-то году, 34-го года, кажется, фотка. И точно такой же, как у нас сейчас в деревне этот дымарь. Один в один. Если вы не знаете, что такое дымарь, Яндекс, Гугль, там еще какой-нибудь поисковик вам в помощь. Заодно вы просветитесь. Особенно просветятся те, которые любят писать какую-нибудь хрень. В каментах у меня, думая, что, о, я поведусь, пожую лимончик в камеру. Вот здесь уже слегка разорвалась, и надо ее снова заклеить. Вот, кстати, хорошо, что я эту книжку взяла. Так, ух ты. Какой-то слишком умный дядя. Э.Р.Рут. В течение 38 лет редактирующий это издание. Прикиньте. Вообще круто. Ну и, в общем, раз уж я начала про пчел, то, как говорила моя бабуся, дедок наш, ну, в смысле, ее папа, мой прадедушка, вполне мог не ходить на войну, но вот он решил там пойти воевать, да. Я-то считаю, что это вообще... Ну, лучше не говорить про эту тему, я считаю, что все эти убийства, это как-то, ну, пацифистки, в общем. А дедок решил пойти воевать, хотя мог вполне оставаться, как бы, ну, кто там был? Точнее, кем там бабушка была? В тылу, короче говоря, потому что был единственным человеком, который вот учил весь Углический район. Даже у нас там какой-то типа этот отец нашего бывшего, наверное, не знаю, как сейчас, и совершенно не интересует, кто у нас там сейчас Углический власти, депутат был как раз учеником моего прадеда. Благословит их какой-нибудь Бог. И ящички-то, в принципе, не извинились. Все такие же. Кстати, я когда была в Беларуси в прошлом году, там у нас был как раз в дудутках какой-то такой мелком музей, и посвященный как раз пчеловодству. И показывали там эту деревянную медогонку, что-то еще рассказывали. Ну, знаете, когда вот вы что-то знаете, и человек рассказывает, и хочется сказать, но с другой стороны, вы сюда вроде как пришли вроде туриста, да, и хочется послушать. Естественно, вы выбираете послушать. Если у вас вот здесь есть магия. Ну, или что-то имитирующее их. Что-то какая шикарная книжка. Тут есть про райовой период. Я даже тут разбиралась, когда дошла бабушкина и ее сестры, но они обе уже, не буду выражаться, а то тут сейчас какие-нибудь набегут и скажут, что я опять свой сленг интернетно использую. В общем, обе уже не живые. В ином мире, как одна из подписчиков говорит, да, в общем, нашла их береты пчеловодские, из общества пчеловодов. Еще, когда Советский Союз существовал, там какие-то взносы делали. Моей бабушке, это же есть какая-то грамота. Правда, надо искать. Но все равно придется когда-нибудь в этом месте тоже разбираться. В ближайший месяц первое место там ей дали по медику в угличе. Канди для пчел. Рамки. Какие бывают рамки? Не, я вообще не знаю, для чего я вам это принесу. Ну, книжка вроде как, любимая книжка, да, вот любимую книжку я сказала. Вообще, не поверьте, у меня тут даже есть богатые, которые плачут. Это мой папашка, моей маман подарил. Вообще было две книжки, вторая книжка где-то там в другом месте. Вообще, вторую книжку у меня еще предыдущая кошка, она любила драть книжки. Она так ее, я склеивала ее, эти странички, но что-то даже я с моим терпением не выжила склеивать эти странички. Я не помню, считала ли я ее, но маман-то ее точно считала. Даже какой-то типа копия автограф. Ну, там кто моего возраста, возможно, в курсе, что был такой сериал, богатый, я тоже плачу. Там какая-то Мариянна была. Без понятия, как это, кто там, точнее, как звали ту, которая играла эту Мариянну. Ну, такая конкретная моя опера была. Наверное, одна из первых мольных опер, которые не русского производства показывали в Рашке. В общем, сейчас я, пожалуй, выйду из кадра, дра, и покажу вам. Тут местами сильно бардак. Местами даже... О! Кто знает... Кто может определить по морде лица, кто это? Маяковский, не Маяковский? Горький, не горький? Он где-то так стоял тут на стеллажике. Я вообще могу кому-нибудь подарить, потому что, думаю, он мне уже без надобности. Да, кстати, вот это я тоже читала, Мэри Поппинс, в детстве. 72-й год выпуска. Глебушка родился. Помню, был запрос про Глебушку. Сделал я когда-нибудь этот запрос. Даже если он был Стёба Ради. Скорощённый перевод с английского Бориса Заходера. Почему сокращённый? То бишь, если бы он перевёл мне сокращённо, она была бы лучше. 89 копеек. Пусть у счастья. И да, они тут, скорее всего, уже наполовину стоят не по алфавиту, не по ББК и вообще никак. Потому что... Ух ты! Да, я думала, она у меня в комнате стоит, а она, оказывается, вот здесь. Вот это вторая книга богатых, которая воет. Трогательная история жизни Марьянны Вилли-яри-альблин. Не могли полегче обозвать? Да, вот тут. То, что моя кошечка сотворила. Нам немного книжечек в своё время попортило, особенно нотных. Благословит её этот самый кошачий бог. Есть какой-нибудь, наверное. Тут ещё всякие альбомы там с фотками. Куклы типа Барби. И собачки типа собачки. И то, чем я уже не пользуюсь в своей жизни. В теперешней. Вот он мой стеллажик. Книжки. 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 Вообще я несу штатив. На самом деле. Близи книжки. Книжки. Вот мой блокнотик. И ёжик. И собачка. И некий бюст. И то, чем я не пользуюсь теперь, то бишь домашние телефоны. И куклы типа Барби. И куклы типа Барби. И осталось, что он ещё лучше мог делаться. Офигеть. Я и не знаю. да он с меня ростом на полностью вытянутой лапке я думаю вы увидели все эти книжки я сегодня выполнила еще один запрос немножко книжного типа ну как немножко даже очень книжного типа и на этом все спасибо за просмотр пока